Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Ты, ты, кто сейчас смотрит, слушает «Страну-ФМ». 89,9 в Москве, 102-0 в Санкт-Петербурге, 742-я кнопка в Триколоре, сайт «Страна.ФМ». Да и где бы то ни было еще, знай, сейчас мы улетим с тобой туда, как поет елка, а куда в мир поэзии, в мир прекрасного, в мир, в мир, не вот что обычно мы говорим здесь с Лизой, прозой, а вот настоящего искусства. Белый стих у нас обычно. У нас с тобой, да и у нас белый стих хромает. Друзья, Майк Войс, Лиза Калинина в студии и не только живые ведущие сегодня в студии, но и живые поэты. Друзья, я хочу с радостью представить нашего сегодняшнего гостя, автор и редактор проекта «Живые поэты», о котором мы поговорим, сценарист, поэт Павел Кошелев. Паша, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Паша, ты нам сегодня стихи почитаешь. Мы поговорим с тобой о современном искусстве, наверное, так правильно говорить. Но давай сначала поясним людям. Начались вот эти штампы, штампы. Нет, да вообще о чем хочешь, Паша. Да, о чем хочешь поговорим. Нам интересно «Живые поэты». Это что такое вообще дело? «Живые поэты» — это такой проект, направленный на то, чтобы молодые люди интересовались поэзией, и чтобы помогать, соответственно, молодым поэтам развиваться, существовать, быть услышанными и так далее. Нам отправляют заявки, мы принимаем их или не принимаем, чаще всего не принимаем. А, то есть прямо вот так негоден. Ну да, и набирается определенный состав авторов, которых мы публикуем в своих социальных сетях и так далее. Они выступают на наших мероприятиях. Вот как-то так. Друзья, на самом деле, серьезно это дело. Продлится только три дня, с 24 по 26 мая. Да, все верно. Там очень-очень классная такая программа, насыщенная на нескольких площадках. Вы это все узнаете, все подробности на сайте «Живые поэты». Там выступят более 50 современных поэтов, современников наших. Да, там и лекции, всякие мастер-классы, будет круто. И еще мы, естественно, вам отдельно про все расскажем дополнительно, но я хочу сначала сам вам зацепиться за название «Живые поэты». А фестиваль «Вживую». Вот я среднестатистически образованный молодой человек, возрастом около 30, да? Вот я читаю поэтов, которые уже мертвые. Ну правда, вы же от этого отталкивались в своем названии. Ну да, в каком-то смысле. Спроси, кто сейчас пишет, кто сейчас вот прям ого-го, кто сейчас топчик, как говорит молодежь. Вот я понимаю, что это, наверное, плохо, что я не культурный и прочее, но я вот не вспомню. Еще я хотел отметить просто, что важно еще понимать разницу между живыми людьми и живыми поэтами, потому что не все люди живые, которые пишут стихи, являются живыми поэтами. Зачастую их стихи очень устаревшие и такие, не очень хорошие. Как правило, вот их мы как раз и не отбираем. А живые поэты — это именно направлено на то, чтобы это было актуально. Ну то есть самое главное — это актуальный язык, актуальные какие-то... Ну темы, они в принципе вечные, но важно, чтобы это было актуально и живо. Паш, смотри, а фестиваль-то благотворительный, о котором мы говорим, вот с 24 по 26, он называется «Вживую», и там не «жиши и пиши через «и», а «вжи-вую-ы». Это что такая за штучка? Ну, наш главный редактор Андрей Орловский придумал такую фразу... Ошибся! Нет, он придумал такую фразу «Гением можно все даже писать жи-ши через «ы». Ну, мы не претендуем на гениев, но суть как раз в том, что поэт может как угодно писать как угодно». Бунтует молодежь, понимаешь? Без мягкого знака. Так, я вынужден ваш бунт сейчас прервать. Да, да. Соберитесь, сейчас песня «Доги-доги», «Детка», «Детка Лиза». И мы продолжим. А мы продолжаем. Лиз Галина, Майк Войс, Павел Кошлев здесь. Мы говорим о поэзии, говорим о фестивале, который у нас проходит с 24 по 26. Вживую называется. Вживую называется фестиваль, можете загуглить. Но самое главное, что я хочу про этот фестиваль сказать, как и... Это, знаешь, это самая главная информация про любой фестиваль. Вход бесплатный. Да не бесплатный вход. По предварительной регистрации. Бесплатный вход только для иногородних. Во-первых, да, только для иногородних, если приезжают люди из других городов. Они могут предъявить билет и их пустят бесплатно. А по предварительной регистрации бесплатный вход на образовательные мероприятия, то есть на лекции. Большинство из них будут... Друзья мои. Миша, я поясню тебе и нашим слушателям и зрителям. Это благотворительный фестиваль. Правильно. Если вы купите билет, вы поможете, между прочим, фонду «Линия жизни». Да, все равно. Поэтому не надо на халяву пробиваться. А вам? А, уже видишь, да, вот как ты меня... Я хотел сказать, можете съездить на Казанский вокзал, взять билет на электричку из Ступина и сказать, что вы ступинец. Не надо здесь ваших махинаций. Ладно. Не то мероприятие. Паш, смотри, вот ты как представитель такого современного поколения поэтов, вот объясни мне, почему таким модным сейчас является рэп? Ну, это же тоже своего рода поэзия, да? И просто был какой-то бум вот последние несколько лет. У тебя есть какой-то свой ответ? Не знаю, просто как-то этот бум отчасти, наверное, прошел мимо меня, потому что я рэп слушал в школе, мы с ребятами слушали еще до этого бума. То есть всякие версии баттл, ты за этим не следил? Нет, я следил первое время, а потом уже перестал, потому что мне это перестало быть интересно. Но вообще я следил, конечно, ну прикольно. Ну вообще же прикольно, это слово мощь. Подожди, Лид, мне понравилось. Я же слежу за мимикой, мне же интересно. Не только звуки надо слушать от нашего гостя, значит какие-то мимические вещи там, понимаешь? Когда ты сказала в одном предложении слово «поэзия» и «рэп», я видел, как немножечко у Павла закатились глаза. И губы, да, скривились? Не знаю, нет, я люблю рэп, на самом деле мне нравятся многие рэп-треки, рэп-исполнители. Не вижу ничего плохого в рэпе как таковом. Паш, ты им ничего не должен, не надо их прям так угождать. Мне и поэзия... Да фуфло большинство текста, фуфло, Паш, фуфло. Как и в поэзии, собственно. Муха села на варенье, вот и все стихотворение, понимаешь? Ну правда. Ну да. А слушай, ну тогда... Но на фестивале вживую все по-другому. Ну тогда я у тебя хочу спросить, все, сейчас будет твой вопрос. Последний про рэп. А вот ты все-таки из рэперов, ты можешь сам кого-то своим вкусом, вкусовщиной выделить? Вот тебе, Павлу, кто нравится? Ну из известных современных рэперов, мне, конечно же, нравится рэпер Хаски. Наверное, слышали такого. Да, конечно. Постоянно под арестом он где-то его бунтует тоже. Ну да, он мне нравится не этим, а его песнями в первую очередь. Ну хороший рэпер Хаски. А может быть Скриптонит? Скриптонит тоже вполне себе ничего. Я тоже некоторые треки слушаю. Но он мне больше не с точки зрения текстов нравится, Скриптонит, а именно как это звучит, как это... А может быть Оксимирон тоже? А это можно поэзии назвать? Оксимирон тоже ничего, особенно раньше. Особенно в 2009-2010 годах. Там Оксимирон был там... Ладно, друзья, у нас небольшая пауза сейчас. Мы скоро к вам вернемся. Будьте со стороны ФМ. У нас сегодня поэтический вечер. Дмитрий Билан, то, что могло быть рядом. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. И у нас первый раунд был только что. У нас, вы знаете, что я придумал? У нас как будто бы баттл. Вот сейчас отчитала «Виагра». Правильно, да? Ну, с нашей стороны, да? Да, да. А вот теперь мы хотели бы, Павел, услышать, чем ответишь ты. Наверное, все-таки... А, давай мы включим... Ага, отлично. О, я, наверное, все-таки как-то вне баттла прочитаю, потому что с «Виагрой» соревноваться... Трудно, да? Трудно, да. Мой дед тоже так говорит. Продолжай, пожалуйста. Все, прочитаю стихотворение. Сначала было интересно, почему деревья смеются, и мама зовет домой. Затем стало важно, зачем. Прикосновения без огня, усилия без наград и песни без смысла. Теперь актуально как? Стать чище, забыться, выдумать, размутиться, сделать что угодно, чтобы деревья смеялись, чтобы от каждого шага раскалывался асфальт. Следующий вопрос будет кто? А конкретнее, кто я? Вот бы вспомнить, вот бы суметь не соврать. Такой стишок. Стишок, ничего себе стишок. Круто. Вживую. Павел Кошли, поэт. Паш, можно я тебе скажу честно, без всяких штампов, наигранных фраз, когда люди подобны тебе, поэты, либо в театр я редкий случай, когда там бываю, ну как редкий, совсем редкий, чтобы вы понимали, я чувствую себя очень неуютно, в том смысле, что где вы, где я. Вот правда. Как избавиться от этого чувства? Я не знаю, я так себя не чувствую. Нет, ты это превосходство должен чувствовать надо мной. А вот мне что делать, понимаешь? Вкус развивать. Вкус, да, все-таки? Паш, слушай, у меня еще такой вопрос. Смотри, а вот ты реагируешь, когда кто-то тебе дает какую-то оценку? Например, говорит, ой, мне не нравится этот стих. Какую-то критику ты видишь в свой адрес? Либо ты всегда только с восхищенными отзывами встречаешься? Вообще ты ранимый? Нет, ну мне пишут какие-то иногда бывают комментарии, отзывы, где людям не нравится. Но я как-то очень спокойно к этому отношусь. То есть я, ну, меня это абсолютно не... Не ранит никак? Ну да, ну не нравится, не нравится. Еще я хочу нашим зрителям-слушателям поведать. Паша учится в Авгике, на сценариста. Это правда. Что ты создаешь? Сценарий? Почему такой выбор? Это правда, вот интересный вопрос. Я переезжал, мне нужно было переехать... Я хотел переехать в Москву из Рязани, и мне нужно было где-то жить. Я решил, что нужно поступить в университет, чтобы мне дали общежитие. Я поступал... И так с легкой руки. Паша, Паша, вот это... Ой, я тебя умоляю, вот это... Поступил не хухры-мухры в Авгик, нормально? Давайте, давайте с самого начала я расскажу всю историю. Ты учился в Рязани в техническом вузе. Нет, давай так, ты вообще не из Рязани даже. Я из Северодвинска, да. Вот. Как тебя занесло в Рязани? Я поступил в радиотехнический университет. Закончил? Поэт, поэт. Нет, меня выгнали через год. Я жил там еще два года, потом переехал, поступил в Авгик, переехал в Москву. Ну а весь... Нет, Паш, ну не пойдет такой ответ, я его не засчитаю все равно. А почему? Ты мог поступить в любую, извини, шарагу, где дают общагу, но ты выбрал ГИК. А потому что там творческие испытания, и там в основном по ним проход, а ЕГЭ у меня не такое высокое, чтобы в московский вуз поступить на бюджет. Вот, и поэтому в ГИК... А в ГИК тебе легко, так скажем, дался вступительный экзамен? Ну, нет, ну не знаю, как-то дался и дался, повезло, наверное. Ну ладно, давай их тогда к делу, общага нормальная? Да, общага очень хорошая, мне нравится. Девчонки, мальчишки, все классно. Девчонки, мальчишки, люди всех полов разных возрастов. Это новое стихотворение сейчас родится, да, девчонки, мальчишки, люди всех полов? На кого учишься? На сценариста. Будешь заканчивать или как в Рязани? Посмотрим, ну скорее всего, ну не знаю, не говори, пока не перепрыгнешь. Будет это твоя профессия, либо... Если бы я был ясновидящим, я бы здесь, наверное, не сидел. Не-не-не, Паш, ты хочешь этим заниматься? Пока да. Пока да, что значит пока? То есть, что будет через секунду, не могу сказать. Слушай, ну а так уже наработки есть, что там твои сценарии возьмут, как-то что-то куда-то? Ну не знаю, посмотрим, но сценарии есть, а пока что никуда не взяли. Ну все, прошел год, я думаю, еще все впереди. Ну да, это точно. Ладно, друзья, мы скоро вернемся к вам и скоро вернемся к нашему фестивалю. Вживую он называется, проходит с 24 по 26 мая в Москве. Это такой поэтический, я не знаю, крутой, современный проект. Там классные авторы, 50 человек, много летцы мастер-классов по всей Москве. Более того, если ты дружок иногородний, все это на халяву. Приносишь билет на электричку с Рязани. А если ты добрый, купи билет. Да. Поможешь людям. Помоги людям. Фонд «Линия жизни». Вот это вот Лиза Калинина слева от меня. А если еще левее чуть-чуть подвинете взгляд, то это Павел Кошелев. Это поэт и будущий сценарист. Да. Паш, давай конкретно про бабки. Ну что ж мы не можем, да, пацанами про бабки поговорить. Алиса, послушай. Ты скажи, я посмотрел весь твой трудовой путь, по крайней мере, то, что в свободном доступе есть. Чем ты только не занимался, правильно? Да, да. Ну, жизнь заставила. Не только учился, но и работал. Давай оттолкнемся от основного поля деятельности и дальше уже будем раскручивать. Скажи, ну, поэзия же не приносит денег, я правильно понимаю? Не приносит. Ну, за редчайшими исключениями, каковым я не являюсь. Слушай, а что за исключения? То есть есть поэты, которые нас смотрят, слушают, что им надо делать, чтобы зарабатывать деньги? Как быть востребованным? Не заработал, не знает. Да я не знаю, мне кажется, нужно на работу им устроиться и не питать иллюзии. А поэзия тогда как хобби, что ли? Получается так. Ну, почему? Хобби — это какое-то не очень хорошее слово, мне оно не нравится. Поэзия — это для души. Пусть будет так, будем говорить так. То есть такого профессионального поэта, такого нет? Ну, не знаю, может быть, есть, но я бы почитал такого поэта. Слушай, а вот смотри, ты уже нам за кадром рассказывал, мне тоже хочется, чтобы наша аудитория это знала. То есть сценарием, как таковым, научиться можно, а писать стихи можно научиться? Ну, есть вот какие-то, не знаю, алгоритмы. Мне кажется, можно человека как-то подталкивать, направлять, но всё равно, я думаю, что можно, но это очень сложно и маловероятно. Ну, ты вот как сидишь? Ты прям сидишь, каждому слову подбираешь, там, вторую строчку, ещё что-то, или тебе вот приходит, ты сел и всё написал? Да, всегда по-разному. То есть бывает прям кропотливо трутишься над каждым словом? Ну, бывает, да, долго что-то бывает, нет. Паш, я вижу, как старательно Лиза от денег нас уводит, но я-то не отступлюсь. А сценарии за деньги ты уже пишешь? Нет, ещё за деньги сценариев я не знаю. Пока только так, да? Пока только так. Скажи, ну а чем, как ты же живёшь, Сера, я смотрю, выглядишь прекрасно. Молод ещё. В форме, молод. На что питаешься, ты это объясни? Стипендия, я знаю, невелика, я так понимаю, во ВГИКе, даже на бюджете. Не, не велика, да. Ну, я там переводы, например, с английского делаю. Круто. Иногда, вот. Футболку эту мне мама подарила, например. Красавичка. Она недавно через Москву проезжала, вот, и на вокзале с ней встретились, она мне подарила футболку. Мне нравится, кстати, хорошо. Классная футболка. Я хотел сказать, там написано «побег» прямо на груди. Да, мне очень тоже понравилось. Вот. Понятно. Вот нелегкая жизнь поэта, понимаешь? По-моему, очень прекрасная жизнь. Прекрасная жизнь, конечно. У меня общежитие дешёвое, социальная карта, в метро ездить дёшево. Прекрасно. Ну, ты в кайфе? Да. Полно. Я вот в 15 секунд последний скажу. А мне очень впечатлил рассказ, Пашин, когда ты работал в кинотеатре, и у тебя единственное, что там написано, где ты убирал, и что только не делал, и прочее, прочее. Да. А ты вернулся недавно туда посетить, а там девочка работает третий год уже, и ты этого не понял. И я этого не понял. А ты месяц, и здесь сидишь. Красавец, Паша. И первокурсник в ГИКа. Майк Войс, Лиза Калинина. Наш гость сегодня Павел Кошелев, поэт. Также редактор, правильно тебя назвать? Да, да. Редактор фестиваля «Вживую», который завтра стартует, до 26 мая продлится. Давай ещё расскажем людям, куда им приходить вообще, где это всё будет происходить. Павел, будет несколько разных мероприятий. И площадки разные. Но основная площадка — это арт-пространство «Ноль» в торговом центре «Мозаика» на станции метро «Дубровка». Там будут происходить лекции, например, и будет, самое главное, происходить гала-концерт в воскресенье вечером. Именно там. На «Дубровке». Да. И там будут и поэты, и музыканты, да? Да. Там такое прям мероприятие будет обширное. Ну, медведи, цыгане, что? Медведи, цыгане, да. Всё, что ты любишь, Лиза. Современные, главное. Ну, конечно. Современные. Слушай, Паша, а ещё такой вопрос. А ты нам, во-первых, почитаешь что-то ещё? Ну, в конце, я думаю, прочитаю ещё что-нибудь. Или это уже конец? Вот скажи, нет, это ещё не конец. А как ты темы находишь, о чём писать? Стихи, вот что тебя будоражит? Ну, мне кажется, у меня нет тем в стихах. Это в стихах, мне кажется, часто не бывает тем. Это просто какое-то больше ощущение. У тебя такая официалка больше, да? Да не знаю, не сказал бы. Не сказал бы? Политика-социалка, да? Не, ну, не такое всё трогательное про жизнь. То, что я видела, читала, когда к эфиру готовилась. Ну, спасибо, спасибо, я рад, что вас тронуло. Тронуло, ну грустно. Паш, а хочешь прям шаг в сторону сделаем перпендикулярный? Опять про бабки. Окей, я люблю перпендикулярность. Вот смотри, твоё любимое слово «контроль», так? А не «любимая тусовка». Да. Вот ты так сказал это в интервью в одном. И вот, и вроде дальше пошли. А вот мне интересно стало. Вот почему так? Вот почему «контроль» и почему «тусовка»? Ну, «контроль», но в целом какое-то очень приятно звучит такое слово «приятная тусовка». Оно какое-то, не знаю, я не могу, это интуитивно. Слушай, вот, Паш, ты когда начал всё это сейчас говорить, я понял, какие мы с тобой разные два человека. То есть ты мне сейчас… Ты «контроль» — это «тусовка». Ты сейчас про форму мне говоришь, Миша, ты знаешь, чисто интуитивно слушаешь слово, а я про суть, сутевые вещи, про смыслы. То есть вот «контроль», там «контроль» — это вот это, это вот это, а это вот то, понимаешь? Или «тусовка» — это вот это, и вот значит вот то. А ты говоришь, Миша, ну это такое слово, которое… А я вот не въезжаю, чтобы ты понимал. Ну, не знаю, «тусовка» — это как-то очень слишком по-современному. И как-то даже не знаю. Грубая какая-то. Мне нравится, да, какое-то грубое, пошлое какое-то. Тупое какое-то слово. Хоть в одном твоем стихотворении есть слово «тусовка». Ну, только если ты не оскорбляешь никого. По-моему, нету. Это надо исправить. Надо написать. А «Контроль» есть слово? «Контроль» тоже нет. Не помню. «Контроля» тоже нет. Друзья, бесшабашное веселье у нас здесь. И «Контроль и тусовка» в одном вечере. У нас есть «Контроль». Вот у нас сейчас показывает экран 5 секунд, и мы уходим куда? На рекламу. Отлично. «Контроль». Все так, все так. 89,9 FM в Москве, 120 в Санкт-Петербурге, 742-я кнопка в 3 калории. «Страна.фм» — наш сайт. И можно пересмотреть на YouTube-канале «Страна.фм». И здесь Лиза Галинина, Майк Войс и Павел Кошлев. Наш гость, поэт и, собственно, сценарист будущий, если он не бросит учиться, в конце концов. Редактор фестиваля вживую. Само собой, и еще много других профессий, потому что поэзия — дело убыточное. Паш, давай о стереотипах. Ты готов? Давай я вот как есть буду говорить, а ты, если что, можешь на меня обидеться, ладно? Да какая разница? У нас же запрос на честность, в конце концов. Ну да. Паш, вот у меня, у квадратно-гнездового Майка Войса есть такие стереотипы, мол, вот поэзией занимаются люди такие, знаешь, меланхолики какие-то, вот угрюмые, там, я не знаю, там и прочее, прочее. Вот я мало видел поэтов-оптимистов. Так ли это? Нет, не так. Ну, отчасти вообще проект «Живые поэты», он о том, что поэты бывают абсолютно разными, и поэзия бывает абсолютно разной. Бывают веселые поэты, грустные поэты. Это никак не зависит от того, как человек себя ведет и так далее. Ну, может, есть какая-то зависимость, но все равно бывают разные. А все ли интроверты? Вот по твоему наблюдению такому. Мне кажется, нет. Нет? Нет. То есть, ты пойми, в моей голове вот образ Пьеро, поэт, да, в моей лысой голове, поэт это вот некий образ Пьеро, если мы возвращаемся. Пропала, Мальвина, невеста моя. Подожди, да все, 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 ты потом блеснешь своими знаниями, подожди. Я тебе фон создаю. Спасибо. А вот так, чтобы поэт Буратино, такого я еще не видел, понимаешь? Ну, есть... Тара-тара-тан, поле дураков, понимаешь? Вот я не помню. Был, например, поэт Евгений Евтушенко, мне кажется, он не был интровертом. Отличный поэт. Ну, отлично, да, и веселый. Так, ладно, у нас не так много времени, да? Паш, мы хотим еще что-то от тебя услышать. Ты можешь даже такое преамбулу, такое предисловие о чем сейчас будет? К чему? Ну, для меня просто. Посмотри на меня, что мне надо объяснять, понимаешь? Знаешь, когда было написано, в каком году, вот это вот все. Где-то я слышал такую статую, так любит говорить Оля, она тоже редактор нашего проекта, если нужно объяснять, значит, не нужно объяснять. Все, мы поняли. Мочи, тогда мочи. Давай, давай, да. Напоследок прочту короткое стихотворение. Разноцветные горки В заброшенном аквапарке Линии на руке Голубая набита бездомными Бирюзовая хрупкой листвой Фиолетовой нет Это значит, мы поздно умрем Не способны любить И тем меньше знаем, чем больше Погадай себе На моей руке Если все – вода Если каждый – одно И тоже Спасибо Ого, как Какое-то Что я, значит, понял для себя Самое главное Это интересно Что мне читать легче, чем слушать Да? Да У всех ли так, кстати? Нет, не у всех Но это зависит от восприятия человека Разные типы бывают Там аудио 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 Ты молодец Друзья, ну а мы всех приглашаем на фестиваль Да? Вживую Спасибо тебе огромное Павел Кошелев Привет твоим коллегам Спасибо И ждем сценариев твоих Чтобы увидеть уже на экране Фильмы по твоим книгам Мы сыграем, нормально Зови Друзья, мы скоро продолжим Впереди программа по заявкам Будьте с нами Субтитры сделал DimaTorzok